МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разобран нами по косточкам, такие как рейс, ререйс, чек-рейс, замедленный розыгрыш, отложенный рейс, блеф, полублеф, сквиз, торможение блефа и провоцирование блефа, и даже такие сложные приемы, как колблеф. Мы разобрали фундаментальную теорему покера, поговорили о психологии покера. И сегодня тема нашего урока бездонная и очень интересная – это удача и неудача в покере. И теперь я хотел бы пригласить за стол своих студентов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Тема наша сегодня глубока и необъятна – это удача и неудача в покере. Но, видимо, надо начать с того, что покер – все-таки игра умений, а не везения, поэтому от везения зависит мало, гораздо больше от умения. Но, однако, от умения зависит, к счастью, не все, потому что если бы это было так, если бы покер был такой же игрой, как шахматы, где везение почти ни на что не влияет, то мы вряд ли могли бы видеть такие турниры, где участвуют по 10 тысяч человек, как в World Series of Poker в Лас-Вегасе. Представьте, если бы это было такое же соревнование по шахматам, и вам бы предложили поехать и сдать вступительный взнос в размере 10 тысяч долларов, для того, чтобы поиграть в шахматы с Карповым, Каспаровым и другими звездами этой игры. Ну, скорее всего, вы вряд ли бы согласились. Правда же? Вика, а вы как вы бы, конечно, поехали, я знаю. Но, тем не менее, на соревнования по покеру ездит огромное количество людей, которые рассуждают, таким образом, придет мне два туза, будь он хоть Дуэл Бронсон, хоть кто угодно другой, и отдвину все свои шашки-пешки, и пусть он попробует меня обыграть. Поэтому кое-что все-таки от везения зависит. Другое дело, что искусство игрока заключается в том, чтобы выбирать такие ситуации, чтобы его положительное мат-ожидание было как можно больше, и чтобы он не делал ставки с отрицательным мат-ожиданием. Тем не менее, случаются такие вещи, как несчастливая убитка или бэббит по-английски. На этой теме мне хотелось бы несколько остановиться, ну, и рассказать пару случаев. Например, я помню такой, мне даже его как-то пришлось вынести на обложку одной из книжек по покеру. У человека два валета, и он делает префлоп-рейс. Отвечает ему человек с королем-дамой-одномасными. Если мы посмотрим по компьютеру, это коинфлип, то есть примерно равное противостояние. У короля с дамой есть там свои, сколько там, 42% против двух валетов. И приходит такой флоп. Трифовый валет и две тройки. То есть мы видим, что два валета уже имеют фулл-хаус. И для того, чтобы обыграть его, королю с дамой нужно обязательно король-король или дама-дама. Что достаточно... Или стрит-флеш, десятку и туза-трифовый. Ну, если мы, например... Давайте, мне даже интересно, я никогда это не проверял. Если мы поставим эту ситуацию в наш калькулятор-покер-студио. Валет-валет против короля с дамой-трифовых. А на стол положим трифового валета, трифовую тройку и бубновую тройку. То получится 99 против 1%. То есть все перечисленные возможности, стрит-флеш, а также старший фулл-хаус на королях и на дамах, все вместе укладывается в 1%. И даже вот после 22 миллионов раздач, которые успел бросить калькулятор, это 99,1% у валетов. Но что случилось на самом деле? К тернам пришла еще одна троечка. Фулл-хаус не изменился особо. И причем, если придет король или дама, то фулл-хаус все равно проиграет. Потому что здесь фулл-хаус на валетах, а тут будет фулл-хаус на тройках. Но ривером пришла еще одна троечка. И это как раз тот вариант, который мы даже... Ну, калькулятор его учел, конечно. Но мы его даже забыли. Что получилось? То есть получилось каре троек. Причем здесь оно получилось с королем. А валеты, которые так хорошо себя чувствовали, они даже не могут усилить стол. То есть они не бьют даже какую-нибудь карту, как 7, 2 и так далее. То есть любая там дама 5 у них бы уже выиграла. Поэтому в покере иногда случаются такие чудеса. Я думаю, мы можем таких случаев набрать довольно много. Все покерные игроки любят рассказывать о том, какие у них случились ужасные бэтбиты. Я раньше интересовался, какой самый ужасный бэтбит может быть, когда играет один против одного игрока. Я который смог придумать. Это, например, на доске 7-10 туз. Давайте я его положу. Одна масляная, разномасляная? Разномасляная. 7-10 туз? Да. У оппонента 3 туза. У одного 3 туза. А у другого 2 двойки. Как это было со мной? Это не я вам рассказывал? Может, ты рассказывал. Это самый ужасный бэтбит, наверное, который может быть. Что у двойки или любой нижней пары здесь вообще там одна тысячная примерно. Даже нет процента. Примерно одна десятая процента, что ему придет подряд сейчас две двойки там. Или если тройки, то две тройки подряд. Ему нужно только подряд, чтобы пришли ему кора. Это, наверное, самый ужасный бэтбит, который может быть. Наверное, самый обидный. Ну да. Я, кстати, проиграл, знаете, каким образом? Я однажды в противостоянии 2 туза на две двойки, получив на флопе сет тузов, я проиграл двум двойкам, а они купили флеш. Ранни-раннир. Ну, было две червы на столе, включая моего туза. Так что я не мог догнать. А потом еще пришли червы и червы. Было очень обидно. То есть я думаю, ну, примерно, я думаю, точно так же, как Ваня Демидов выиграл нам в сопе с двумя девятками против двух десяток, которые сразу на флопе получили сет. Что еще можно вспомнить из таких ужасных историй? Ну, бывает, можно придумать, там, каре проиграли стрит флешу. Или, я помню, тоже мне знакомый рассказывал, интересная сдача. Он говорит... Начинается раздача. Там рейс, ререйс. Я как бы с двумя дамами с батона кол. Приходят четыре игрока в банке. Приходит такой флоп. Туз, дама, дама. Такой неплохой флоп. Помните, мы говорили про слоу-плей, что эту карту лучше разыгрывать медленно. Дальше, да, туз, дама, как сейчас помню, были пиковые. Первая рука, банк. Вторая рука, плюс банк. Третья рука со слоями, а, ладно, кол. То есть, ну, говорит, я играю кол. Открывается еще один туз. Я думаю, ага, уже страшно. Вдруг я попал в два туза, и тогда каре проиграла. Вот. Но вижу торговлю. Первая рука, банк. Вторая, плюс банк. Думаю, вот хорошо, тузы уже разделенные. То есть, ну, у людей ничего не может быть же, кроме тузов, да, чтобы так в торговле участвовать. Третья, а, ладно, кол. Вот. Третья, забегая вперед, скажу, что там был король валет-пик, и они ждали рояля. То есть, ну, король валет-пик, ну, что, мало ли. Бывает же, что и в кустах стоит рояль. Ну, поскольку там уже все вот эти банк, плюс банк, уже ОЛЭН у всех. Я, говорит, тоже ставлю ОЛЭН. И четвертой картой приходит туз. Последний, вернее, пятый. Ну, и что оказалось? Оказалось, что у одного человека был туз-король, с которым он так сильно нападал. У другого было в этой ситуации два короля красных, которых здесь не хватает. Почему-то они считали, что они не проигрывают ни тузу, ни дайме, и все время играли плюс банк. Ну, может быть, надеялись, что придет король. Короля уже не было, не существовало в колоде. Вот таким образом человек проиграл свое каре. Но я думаю, что каждый игрок, который сколько-нибудь долго играет в покер, он, если даже не имеет записную книжку, он без записной книжки может рассказать некоторое количество своих таких страшных. Причем, ну, бэтбитов. Причем, как правило, люди запоминают то, что с ними случилось, что это их переехали. Мало кто запоминает случай, когда они переехали. Потому что, ну, как бывает невероятное несчастье, так же бывает и невероятное счастье. Потому что это одна и та же ситуация, только с двух сторон. Но старые покерные волки, опытные игроки, говорят, что они предпочитают провести два часа в кресле дантиста, чем выслушать очередную историю про бэтбит. Что всякое-то место за свою жизнь надоело. Наверное, сильные игроки стараются не обращать на то внимание, чтобы это не влияло на их игру. Если не везет, они стараются играть плюс, и все. Если там переехали на один процент, ему же нужно еще доиграть в турнир, если остался стэк. Не поставить же он просто лын на любых двух. Это очень важно, и они поэтому, наверное, хотят слушать истории про бэтбит. И у них своих достаточно. Да, да, да. Ну и потом многие считают себя в такой позиции, что ничего нового он все равно не узнает. Вот эти самые невероятные они уже слышали. Но, кстати, во-первых, встретилось слово «переезд». «Переехали». Ну, то есть, бэтбит или вот какое-нибудь такое изменение ситуации в игре русские игроки называют переездом. И один из лучших людей, сформулировавших свое отношение к переезду, был Бобби Болдуин по кличке Сова Оул. Он говорит, что игроки, те, которые считают себя профессионалами или хорошими игроками, они просто не должны жаловаться, что их там так часто переезжают, потому что они должны понимать, что их и будут переезжать гораздо чаще, чем будут кого-то переезжать они. Потому что для того, чтобы переехать, нужно ставить деньги в ситуации с худшим от ожидания. То есть, переехать может только тот игрок, который был сзади и неожиданно вырвался вперед. Если ты хороший игрок и умеешь считать руки оппонентов, правильно относишься к мат-ожиданию, знаком с фундаментальной теоремой покера, которую мы внимательно разбирали на одном из уроков, ты должен ставить в тех позициях, когда ты впереди. Поэтому совершенно очевидно, что тебя будут переезжать гораздо чаще, чем переезжаешь ты. Ты просто не ставишь в ситуациях, когда ты сзади. Поэтому… Знаете, очень частая ситуация по бэтбитам, у меня, по крайней мере, это в онлайновых турнирах, потому что там очень много игроков, которые там внесли 20, 30, 40, 50 долларов за buy-in, они сидят и ждут каких-то стритов, причем, как правило, диких. После чего делают all-in, и несмотря на хороший сет или несмотря на какие-то сильные руки, очень обидно проигрывают таким картам. Также думаю, в онлайне больше бэтбитов, потому что там больше раздач, и там хуже структура, больше идут волыны, нет времени для раздумий обигрыша оппонентов. Также вот я сейчас помню ситуацию, когда вы рассказывали, что в Амахе можно старшим сетом иметь 0% на доске. Я бы никогда это раньше не подумал, пока бы не узнал карты оппонентов. Или даже просто в новой лимит-холдами с двумя тазами при флопе можно иметь 0% на выигрыш. Просто никто бы из игроков даже не подумал, что можно иметь лучшую карту и при этом 0% выиграть. Но в этом и красота, и прелесть покера, как игры, что, например, если вы пришли на соревнования по любому другому виду спорта, там по бильярду или по гольфу, вам не потребуется значительного количества времени, чтобы понять, что вы играете хуже своих противников и что у вас практически нулевые шансы на победу. В покере это преимущество настолько завуалировано этим кажущимся везением или невезением, что если бы этого не было, то профессионалы остались бы без хлеба. Потому что все, кто приходит за стол и видит, что он не годится в этой игре, они бы побросали играть, потому что зачем им ставить свои деньги в игре, где они проигрывают. Но разница в классе немножко нивелируется тем, что все-таки это карта может прийти, какая-то случайная карта, которую мы не ждем, он может повезти или не повезти, гораздо больше, чем в шахматах или в бильярде или в гольфе. И именно поэтому покер стал такой популярной игрой, что совершенно не умаляет возможностей профессионалов зарабатывать на жизнь, добиваться высоких званий, именно благодаря тому, что много народу играет. Сильные игроки вообще говорят, что в одном турнире 95% это удача, 5% это зависит от умения, а вот уже на дистанции год, а там примерно уже 85% умения, 15% удачи. На это стоит обращать внимание. Если вас переехали даже в месяц проигрывать несколько турниров крупных, это ничего не значит, нужно дистанцию 500 турниров, а то и больше, чтобы набрать хорошие дистанции, чтобы это не было никакой неудачи. Да, согласен. Более того, тут ведутся такие разговоры, например, об изменении структуры тех турниров, которые уже сейчас есть, потому что, ну, скажем, любой крупный турнир, как чемпионат России или там Кубок России, если у тебя случается бэтбит, ты двигаешь ол-ин и, например, проигрываешь его, ну, человеку, который гораздо хуже тебя стоял, например, то ты вылетаешь из турнира, ну, либо остаешься с таким маленьким стеком, который не позволяет тебе выжить. И есть предложение сделать чемпионат, как бы, состоящим из нескольких коротких турниров, в котором бы, ну, это несчастье, которое случилось в одном из них, не так сильно повлияло бы. Ну, то есть, скажем, если Макс говорит о дистанции в 500 турниров, если сделать чемпионат России, например, состоящим из серии, там, в 10 турниров, то тогда можно было бы говорить о дистанции, там, ну, не знаю, в 50 чемпионатов, в каждой из которых состоит из 10 кусочков, в которых тебе, если не повезло, ты проиграл только один из них. Вот, и имеешь возможности наверстать это упущенное в будущем турнире. Вот, тот же самый Болдуин, которому принадлежит это определение, он в чемпионате мира 81-го года на финальном столе опережал значительно, был чип-лидером, опережал восьмерых финалистов, и за пару часов проиграл две раздачи, где его перетянули по последней карте. И так случилось неожиданно для всех, по чистому совпадению, в обеих сдачах оппонента Болдуин надо было вытащить одну из двух оставшихся в колоде дам, то есть из 44 карт, каждый раз они вытаскивали даму, вероятность этого события была там 5%, и два раза случилось одно и то же, он вылетел из турнира, ну, представляю, как изменилось его отношение к дамам, то есть и к выражению шерше ля фам. При этом сам Болдуин не потерял веру в класс, потому что у игроков вообще это известный такой феномен, как это называют культивирование остаточного образа. Например, с тобой случилось несчастье, ты проиграл там значительную часть своего стека на турнире, и после этого пошла новая раздача, а ты все еще сидишь и думаешь, ну надо же, как мне повезло, надо же, какой счастливый, какая у меня была вероятность, а какая у него, и ты думаешь об этом следующие два часа, и за эти два часа ты проиграл оставшиеся фишки, потому что ты не сконцентрировался на новых раздачах. То есть игрок должен обладать иммунитетом к таким несчастливым убиткам, уметь их забывать, понимать, что это всего лишь карты, и нет ничего невероятного. То есть если существовал один процент вероятности, то это иногда случается. Примерно один раз из ста так должно было случиться. То есть если в турнире играют люди на ста столах, то на каждом из них может случиться то, что происходит с вероятностью один процент. Правильно? Потому что столов сто, игроков тысяча. Самые невероятные вещи возможны, поэтому к этому надо относиться просто, спокойно, стоически и быстро забывать. И также я думаю, что величина дисперсии или процент везения зависит от вашей игры, потому что некоторые игроки просто лезут в раздачу, волыны. Конечно, там будет большой элемент везения в турнирах, им нужны больше дистанции, чем те, которые стараются не идти в такие раздачи, выбрасывать плюсовые действия только ради того, чтобы ставить на монетку свой турнир за 10 тысяч долларов и больше, когда у них есть даже небольшое преимущество. Поэтому игроки стараются не идти на таких картах, как Тускароль, Дамы, Прифлоп, Волын, когда у них даже будет, я не знаю, 60%, им просто это невыгодно. Ну да, вот после, кстати говоря, вот, ну хорошо же играет Ваня Деминов, который такие успехи показал в прошлом году, вот, но вот этот его выигрыш, ну и некоторые телевизионные трансляции, когда мы все видели, там, как он переехал двумя девятками, три десятки, то есть, ну, две десятки в руке, одну на столе, про него в интернете ходит какое-то огромное количество всяких шуток и баек. Вот, я думаю, что Ване они самому должны нравиться, потому что многие из них действительно смешные, то есть, что Деминов ехал на машине в Москву и кончился бензин. «Все равно доеду», — сказал Ваня, и доехал. Ну, или там другая история, как «придется толкать», — сказал его попутчик Джипси. Ваня сказал мне, толкать нехорошо, так доедем, и как бы доехали так. Ну, надо еще понимать, что толкать в лексиконе шулеров — это значит применять шулерские приемы, ну, то есть, толкать какие-то шансы, какие-то нечестные приемы. Ну, и, например, еще можно вспомнить по поводу отношения профессионалов вот к таким несчастьям случай, который описывает Дуэл Брунсон в своей книжке, когда за столом появился совершенно пьяный, невменяемый человек и играл, как Бог на нашу положит, бросал все время пригоршнями в банк черные фишки. Дуэл, молодой, еще в те годы сделал все по науке. Он ререйзом изолировал оппонента, остался с ним один на один. Поскольку они играли лимит, без ограничений, там можно было все время реализовать сколько угодно, они поставили друг против друга 37 рейзов на одной из улиц, и все деньги оказались в банке. То есть у Дуэл было 55%, а у того — 45%. Ну, у Брунсона были тузы, а у там человека были какие-то бубны. Прошу не сравнивать с Холдовым, потому что они играли в семикарточный, который мы будем на одном из наших уроков тоже проходить. Ну что, пришла, конечно, в конце эта бубна, и Дуэл говорит, я вынужден был присоединиться к зрителям и дальше смотреть, как этот придурок раздает мои деньги другим игрокам. Естественно, он тоже ушел без денег, но у Дуэлла даже не было возможности поучаствовать в этой игре и попытаться как-то вернуть то, что он проиграл по несчастью. После этого он говорит, я сделал вывод, которого я потом придерживался всю жизнь, это я не стану плохим игроком, класть все яйца в одну корзину и разыгрывать все свои деньги в банке, где у меня только 55%. Тем-то и хорошо играть с более слабыми оппонентами, что он все то же самое заплатит тебе в ситуации, когда у тебя будет 80%. То есть он говорит, с чемпионом мира, да, я бы не задумываясь поставил все свои деньги в 55-процентной ситуации, но с этим я буду ждать лучшей ситуации. То есть это тоже должно стать одной из заповедей профессионала, что небольшие преимущества реализуются не всегда. Поэтому если у тебя недостаточный банкрол, то есть оборот денег для игры предназначенных. Также бывают ситуации, когда нужно делать уже минусовые действия, чтобы потом не сделать еще более минусовые. То есть когда у нас очень мелкий стэк, если мы выбросим это в некоторых ситуациях, то дальше блайнды нас просто сидят, и это будет еще минусовые. Так же, как и сильные игроки, они делают плюсовые действия, потому что они сделают еще более плюсовыми. Раз мы так много говорим о дисперсии, то давайте, может быть, мы попытаемся определить это понятие, что такое дисперсия. Может быть, Вика же не училась в математической школе. Дисперсия – это отклонение от ожидаемого результата. Но есть и дисперсия, которая является отклонением. Вся игра будет представлять собой некоторую синусоиду. И вот величину этих отклонений от нуля в ту или другую сторону, в плюс или в минус, мы будем называть дисперсией. И существуют математические методы расчета этой возможной дисперсии. Выражаясь языком математики, дисперсия – это среднеквадратичное отклонение от результата. То есть если мы с вами сыграли в Орелу-Решку, например, 100 бросков, то ожидаемая дисперсия будет квадратный корень из 100. То есть, ну, 10. То есть играя с вами в Орелу-Решку 100 раз, я ожидаю, что результат будет находиться в пределах 10 плюс или 10 минус. Если я с вами сыграю в Орелу-Решку 10 тысяч раз, то ожидаемое вот это отклонение от нормального результата, от нуля, будет корень квадратный из 10 тысяч, то есть 100. Ну, и еще есть игры, которые характеризуются более высокой и более низкой дисперсией. Например, если сравнивать покер, скажем, с Орлянкой, то у покера, конечно, дисперсия выше. Ну, потому что мы ставим большое количество фишек, банк, эти пришедшие карты могут сильно менять вероятности. Поэтому, конечно, профессионалу нужно быть готовым к каким-то дисперсионным отклонениям от ожидаемого результата и исторически их терпеть. Думаю, нужно еще учитывать то, что дисперсия не имеет памяти. То есть, если мы проиграли последний месяц турниры, которые играли, то не факт, что мы следующий месяц выиграем больше, потому что дисперсия не помнит те события, которые уже прошли. Если мы выиграем, то не факт, что мы будем проигрывать следующие дни или турниры. То есть, не нужно учитывать то, что если мне не повезло, я пойду на лимит выше и там отыграюсь, потому что мне сейчас повезет. Это заблуждение. Да, и это опасное заблуждение для молодых и начинающих игроков, когда он смотрит, ну, не везло, не везло, играл там в интернете по центу, давай-ка пойду играть по доллару или по 5 долларов. Поэтому, как и в рулетке, у шарика нет памяти. Точно так же и ваше везение в покере никак не зависит от того, что случалось с вами за день или за месяц до этого. Но, более того, опытные игроки, они, наоборот, видя отрицательную какую-то волну, они берут волю в кулак, ужесточают самодисциплину и терпят, пока это как бы не пройдет. Вот, я думаю, что мы эту... Я думаю, легче всего иметь большой запас банкрола, и когда он проиграл, он просто не смотрит, сколько он проиграл. Ему все равно, он знает, что он сыграл плюсовую игру, если он играет в турниры, там, из понятия, как рой, он знает, что он турнир за 5 тысяч долларов сыграл, то у него плюс за этот турнир, например, 2500 долларов. Он не обращает внимания на то, что он проиграл таких 10 турниров подряд. Он, возможно, потом выиграет сразу там 300 тысяч, а то ему сразу даст плюс на весь год. Он просто знает свой плюс и не учитывает свой минус или плюс на короткой дистанции. Единственное, что я хотел бы о чем предупредить всех присутствующих, что очень дорого может обойтись заблуждение относительно того, играешь ты в плюс или в минус. То есть ты должен иметь надежные критерии, чтобы определять свою игру. Ну, например, у нас в школе покера мы после определенных сессий мы берем игрока с его хэнд-хистори, то есть с историей всех его раздач, и мы просто действия за действием анализируем, чтобы понять, насколько человек... То есть его результат выигрыш или проигрыш на самом деле ничего не определяет. Важно понять, что он делал все действия с положительным от ожидания. Вот это важно. Я думаю, что мы поговорим об этом еще после перерыва, а сейчас я хочу предложить чайку, кофейку и кофейку. КОНЕЦ Египет Шармальд Шейф С 13 по 20 сентября Red Sea Cup 2009 Покер Клаб Менеджмент и телеканал Про Покер представляют Выездной покерный турнир Red Sea Cup 2009 Условия участия на сайте tvpropoker.com Ну что, давайте посмотрим. Тут у нас какие-то задачки про бэтбит. Я даже, честно говоря, не представляю, что там может быть в задачках про бэтбиты. Ну давайте посмотрим. Наша рука две тройки, пресловутые. Ну, лимит 10 игроков, средняя позиция, блайнды 5-10. Трое спасали. Четвертый поставил три блайнда, вы кол. Игрок на позиции котов, то есть перед баттоном, играет кол, баттон и маленький блайнд пас, большой блайнд кол. Четверо в банке. На флоп приходит туз, 10-3. Большой блайнд и префлоп-рейзер, чек. Вы ставите полбанка, 60. Котов ставит кол. Большой блайнд пас, префлоп-рейзер, кол. Трое в банке. На тернии вы ловите каре. Префлоп-рейзер, чек. Вы ставите 110 в банк, 305. Котов выкидывает, большой блайнд кол. Ривер, дама, пик. Ваш ход, что делать? Я здесь не вижу ничего необычного. Я поставлю 2-3 банка, доборную ставку, надежде на кол от туза. Возможно, от зашедшей дам. Но я думаю, у него, скорее всего, туз, потому что он флоп отвечал, торн отвечал. И еще ривер, скорее всего, тоже ответит, если мы сделаем чуть больше полбанка. Потому что банк, возможно, уже выбросит. Саша, у вас ключи. Я сделаю бы бет на ривере. Это 2-3 банка. До банка. Ну, читаем ответ составителя. Очень похоже на то, что у котов неплохая рука. Две верхних пары или даже фул на десятках. Несмотря на то, что ставили вы немного, вы должны были вытолкнуть слабое дро. Разве что на терне у него случился заодно и флеш дро. Такое возможно. Ну, допустим, что возможно какую-нибудь масть другого туза положить. По всему выходит, что у него должна быть сила, особенно учитывая, что он сражался на троих. Втроем. Лучший вариант поставить примерно 3 четверти банка, оставляя в игре самые слабые руки и давая шанс сильно вас переставить. Ну, я думаю, полбанка, 2 третьих банка, это примерно то же самое. Вот. То есть... Ну да, разыграли коры в свою силу. Давайте следующую значку посмотрим. Позиция маленький блайнд. Игра гиперагрессивная. Ну, хорошо, хоть недорогая. Блайнда 500 тысяч долларов. Вопрос. В этой задаче вы сидите на месте Фила Айви и играете на фулл тилт. Угу. Хайроллеры. Соперник у вас непрост. И вы с большим трудом недавно отыграли сильный начальный провал. В этой сдаче соперник до флопа поставил обычные 3 тысячи, вы заплатили. На флоп пришел стрит дыр. Туз 10-5. Вы играете чек, соперник ставит 4 тысячи в банк 6 тысяч. Вы платите и промахиваетесь мимо терна. Восьмерка, пик. Восьмерка, пик. Вы играете повторно чек, соперник тоже чек. И вы попадаете в самый ривер. Четверка, треф. Вы ставите 12 тысяч в банк 14 и получаете минимальный рейс. 24 тысячи. Что делать от счастья? Хорошо сформулирован вопрос. Что делать от счастья? Варианты мини-мини рейс. Рейс 30-50 тысяч. Улын. Кул. Кто так ответит, расстрелять. Так, ну, Вика, у вас самый небольшой опыт игры в покер. Я, видимо, от счастья не могу сообразить, что же делать. Ну, смотрите, у него пришла четверочка, и получился вот такой вот цветочек. Туз 2-3-4-5. И что самое важное, что нету никаких возможных карт. А, подождите, как это нету? 6-7. 6-7 могут нас перебить. Есть. Есть комбинации, которые бьют нас. Алын, наверное. А? Алын, наверное. Ну, алын, что? Во-первых, мы тут не знаем, сколько у нас денег в алыне. А во-вторых, побаиваем все-таки мы 6-7. Не хотим все деньги. Деньги-то большие. То есть мы уже поставили 14 тысяч долларов, а получаем минимальный рейс. А что такое? Почему 24? Наверное, 28 тысяч долларов. И мы поставили 12. А, мы поставили 12 и получили 24. Да, понятно. Ну, Вика, наверное, от счастья не знает, что делать. Спрошу, кто знает. А какая здесь дополнительная информация от того, что мы играем на месте Филайве? Никакой. У нас репутация такая агрессивная. То есть не всем нашим рейсам верит. Но, с другой стороны, он настолько хороший игрок, что когда он переставляет, можно ждать опасности. Я думаю, большинство ситуаций не стоит сильно повышать на таком мелком стрете. Но именно в этой игре, в хит-сапе, гиперагрессивная игра. И Айви, который может что-то блефовать, изображать. Я думаю, мы обязаны здесь переставлять где-то 1065. И оппонент не сможет здесь выбросить сет или даже старшие две пары. Потому что такая игра хит-сапа, он мог просто блефовать сейчас. Мы переставляем. Если у нас стек около 100 тысяч, можем сразу поставить олин. Думаю, именно в этой ситуации это хороший ход. Потому что оппонент мне может поставить треть. Мы сделали кол на флопе 4 тысячи. Просто по 2-3 даже сложно нам поставить такой. И те же 6-7. Он, скорее всего, не выбросит сет. Можем сразу переставлять. Если даже 100-120 тысяч волын. А если 150 тысяч, можем дать 65 тысяч. Тем самым давая ему шансы коллировать с двумя парами или сетом. Ясненько. Есть какие-нибудь... Также согласен. Также согласен. Ну, читаем ответ составителя. Розыгрыш соперника наводит на мысль о том, что у него есть какая-то ценность, но довольно небольшая. Вы, вероятно, не удивитесь, если он откроет слабого туза или две пары сросшиеся к риверу. Ну, типа туз-4 какие-нибудь, да? Если бы у него было что-то более серьезное, следовало ожидать больше ставок, нацеленных на увеличение банка или защиты своей руки. И хотя всегда остается небольшая вероятность на абсолютный блеф на ривере, все-таки наличие ценности в его руке более вероятно. После вашего воображаемого кола в банке станет 62 тысячи. Нужно ставить рейс такой величиной, чтобы он получил достойную цену, но также достаточно большой, чтобы извлечь достаточный денег в случае, если у него действительно сила. В реальности сдача закончилась так, Айви поставил 64 тысячи, соперник заплатил, Айви показал стрит, соперник выкинул. То есть мы не узнали, что у него было, но раз он заплатил Айви большую ставку, видимо, что-то было. И, видимо, не 6-7, потому что 6-7 он бы показал и забрал деньги. На самом деле, эта тема настолько мной любима, потому что она совершенно бесконечна. И там можно, не знаю, говорить о всяких, ну не знаю, сакральных вещах, о расположении звезд. Мы когда-то с коллегой Натансоновым, Львом Григорьевичем, написали серию книг «Математика игр в казино». И я вот себе представил, человек купил книжку «Блэк Джек», изучил базовую стратегию, пошел проиграл все свое имущество и с претензиями. Вот я по вашей книжке играл, ничего не выиграл, и теперь с вас. И мы написали такое предисловие, что мы допускаем существование совершенно различных аспектов игры. Там наверняка есть и влияет расположение звезд, наверняка под какой звездой вы родились, может быть, как вы относитесь, в каких отношениях, не знаю, с дьяволом, может быть, душу ему заложили. Мы все это допускаем, но мы ничего про это не знаем. И поэтому мы про это не говорим, а мы взяли на себя труд только лишь рассмотреть математический аспект игры, вот как бы разобрать игру с точки зрения математики, с чем с вами и делимся. И, естественно, никаких претензий в случае возможных проигрышей мы не принимаем, а также не претендуем на долю от вашего выигрыша. А тут примерно такое предисловие мы сделали, разобравшись только лишь в маленькой части этой бесконечной и вечной субстанции, такой как игра. Все, поехали. Саша, Вика маленький блайнд, Виталий большой. Попробуем словить какую-нибудь сдачу. О, рест радул. Будем надеяться на удачу. А мне надо что, 200 ставить? Вот это все пошли в погоню за удачей. Сейчас слово Вики, ей надо либо пас, либо уравнивать 400, либо повышать до 800. Или больше. А, хорошая карта. Рейс, 800. Да? Да? Угу. Эх. Хорошая пришла. Оставить нечего. Пас, пас, пас. Саша, оставили вас один на один с самым опасным оппонентом. Ну, Саша, огромный ответ банка, поэтому непростительно. У всех остальных было хуже. Вика, снова ваше слово. Я бы вам советовал не смотреть в карту и двигаться полы. Вы уже привязаны к банку. То есть я привязана к банку, я не могу поставить меньше 800 сейчас? Нет, вы можете поставить даже 50. Я к тому, что в банке уже денег больше, чем у вас. Вы одноставите лын на любой карте просто в этой ситуации. На самом деле, думаю, у вас лучшая карта даже будет. О, Саша тоже неплохая. Посмотрим. Две бубны спасают. Две бубны есть. У Вики есть фрирол. А, еще есть... У Саши две червы. Нет, у него трифо вводит. Ну, если червы, червы придет, то червовый туз выиграет. Ничья. Ничья. Ну что, прекрасная игра. Вы собрали 50, 100 и 200. Дайте, 350, поделитесь пополам, как-нибудь по-братски. А я пока раздам новую защиту. Дайте, пожалуйста, ваши карты. Спасибо. А что нам пришло 6-8-8, а Терн Ривер? Король. Король дама. Король дама. То есть у кого-то был король, он бы мог выиграть, или дама. У меня 7-3. 7-3, у меня валет 4. Более обидно, наверное, бы Саша было 7-3 получить. 400, темный. Одна пятая из тех. Так, теперь вот сюда. Нет, все, не буду страдывать. Не везет. Я скажу пас. Рейс, 175. КОЛ, 175. У вас стоит маленький планет, 25? Позвольте, пожалуйста. Он где-то был. Не знаю, как он делся. Идем в прошлый раз, Ач. Спасибо. Чек. Чек. Чек, чек. Тоже чек. Чек, чек. Я bet. А нет, Макс, 375. Ну, интересно. Я КОЛ. 375, да? Да. Последняя карточка. Чек. Такой паз, да? Паз, да. 650. КОЛ. Ну, да, мы выиграли у пятерок. А хочу тут обратить внимание, смотрите, какие. У Вики было на флеш. Она не пошла. У Виталика было на флеш. Но он еще до флопа выбросил. Ровно, как и я, который был с пятерочкой. Ну, мусорные руки, они на то и мусорные, что их надо выбрасывать. Ну, вот, Саша в позиции. Видишь, сыграл чек на самой старшей паре с хорошим кикером. С тем, чтобы потом получить на терне и на ривере оппонента, который что-то словил. Правда, у него был риск бубновый, флешевый. Ну, иногда... Мне кажется, Макс здесь играл, но по карте немного все-таки. Почему? У него была пятерка. Я думал, что он просто танцел. Он думал, что... Думал, будет для флайта 600 фешек. Сыграл чек-кал. Ваше слово, Саша. 150. Вика, кол 150. Кол и рейс 150. Это рейс просто. Ре-рейс. Ре-рейс, да. Какая кола. Кал-кал. Уже есть до 1000. Еще одно увеличение до 1000. Вика, за нами пришли. Это пока 900. Если 1000, еще надо 100. Саша, если 1000, вы озвучили, надо 100 тысяч. Да, я не знаю. Или пас, или 1000 отдавать врагам. Лучше всего забрать 150 и выбросить каждый. Я бы так с удовольствием сделал, но уже нельзя, к сожалению. А это можно убрать, да? Ну да, всего 1000. Виталий. Так, здесь 1000. Не-не-не, в одним движении мы ставку делаем. Я просто пытаюсь добить до двух. Нет, до двух вы тогда должны сказать. Я боюсь, что у меня двух не набирается. Тогда вы должны сказать оллы. Тогда я говорю оллы. Сказать рейс просто и ставить сколько хотите. Не путая вот с этой двадцать пяточкой. Я малодушно спасую. Я оллы. А, смысл? О, смысл. Потому что я уже и так... Подождите, ну там вообще же есть... А, ну да, прошу прощения. Вот 1000 поставили, и 1000 не добавляете в банк 5000. Мне кажется, уже надо. Ну, надо же. По шансам, просто у вас пятикратный ответ. Вам достаточно иметь 7,3. Там больше... Извините, что мы вас уговариваем. Нет, все надо ставить. Нет, я не против. Ничего страшного. А что еще нужно? Все фишки ставьте. Ну, давайте посмотрим. Два валета. Король пять. Какая ожидалась. У Вики, наверное, лучше всех? Нет. Нет, ну да, она есть живая карта. Я тоже выкинул, мог бы идти. Так, ну что, азартные ребята. Упс. Ладно. Смотрите. Пока что дамы лидируют. Ну, у валетов есть двусторонний стрит. У королей... У королей есть король. А, ну король проигрывает. Только валет. Валетов два. Восемь король в валет. Да, мне плохо. Восьмерка. Валеты победили. Как я ожидался. Стрит получился. Ну вот удача и неудача в культере. На самом деле, удача такая, как бы ожидаемая, что он был старше всех. Да, флопа. Вот давайте мне просто даже и приинтересно. Ну все, чтобы вы понимали, кто как стоит. Ну, валетов 50%. Чуть меньше. Красные валеты. 43 где-то. Нет. Саша, так и нарисуем в этой позиции. Валет, валет. Вику нарисуем. У нее дама, два червей. Согласитесь, Вика, вот то, что мы вас уговорили сделать этот кол, было правильно, потому что у вас очень большие шансы были выиграть. Всего за тысячу выиграть пять, даже больше. Вот. И самая слабая рука. Король. Пик. Пятерочка червей. Вот. Ну и поехали. Могу еще даже поставить тузов. И у вас чего было, Макс? Я не понял. Ну, не важно. А так все было. Старт. Вот. У валетов ровно 50%. У дамы 25%. И у короля тоже 25%. То есть... А теперь, смотрите, вот ту задачку, которую мы решали, когда вас не было, нужно или не нужно ставить. То, что у вас есть 25%. Вот вы, допустим, представляете, у него, например, два валета, а там король. Ставит ли мне или не ставит на своей даме два. Вы думаете, ага, у меня примерно 25%. Значит, нужно, чтобы на мою ставку банк отвечал мне всего лишь тройным. Правильно? Ну, то есть за ваши 25% вы получаете 75%. Поэтому, если банк отвечает вам 3 и выше к вашей ставке, то есть если вам надо коллировать всего там, например, полторы тысячи, как примерно было, у вас всего две с половиной стоит. А в банке уже стояла ваша тысяча, там две с половиной и там две с половиной. Таким образом, две с половиной, пять, ваши шесть, мои триста, шесть триста, там максовые какие-то маленькие. То есть вам достаточно было, чтобы в банке было 4 500, чтобы у вас был осмысленный кол. Поскольку было больше, чем 4 500, то ваша правильная ставка ставить. Вот, собственно, вся математика. Так, я маленький блайнд. Баттон у Макса. Рейс? Тебе не рейс. Макс, спас. Какую? Четыре дюрака. Четыре дюрака. Ол-ин. Полторы. И до 1900. 1900. У меня есть только 900. Ну, отлично. У вас слышно. Так, а мы ол-ин, да? Можем открыть карту? Мне надо было агрессивнее эту руку защищать. Перехлопа. Перехлопа, да. Перехлопа, да. Перехлопа, может быть, усыднее. Но я потом слишком, наверное, поздно. Вот, тут уже прекрасно. Удача в покере. Удача в покере, да. Вот моя ошибка, надо было агрессивно играть. Вы выиграли. И то есть, смотрите, какая удача. У меня пара королей, у вас пара дам, там пара валетов. Там могут помочь только валет. То есть, у него два аута из 40, там, с чем-то карт, да? Ну, десятка, если бы пришлось. У вас есть больше. У вас пять аутов. У вас три двойки и две дамы. То есть, а у меня всего семь карт, которые могут мне помешать выиграть эту руку. Это два валета, три дамы и три двойки. Две дамы и две двойки. Вот такая вот, как сказал один, эпидерсия. Кстати, можно запоминать свои счастливые руки. Не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Но многие так делают. Да, кстати говоря, некоторые карточные комбинации же носят имена. Например, 10-2, называется Доро Бронсон. Потому что он дважды стал чемпионом мира на этой комбинации. Король-3, рука Кострицына. Король-3, рука Кострицына. Ну что, спасибо. Наше занятие подходит к концу. Хочу только сказать, что следующее наше занятие будет посвящено такой теме, как турнирный покер. А через одно занятие мы будем изучать язык телодвижения в покере. То есть, покер-телс. Мы будем учиться как по внешним признакам каким-то, распознавать чувства оппонента. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.